Среди тех хостелов, которым не грозит новое законодательство, капсульный мини-отель СВЭМ. Всего за один год своей работы он завоевал большую популярность как среди гостей города, так и среди самих тверичан. Всем нравится оптимальное соотношение цены и уровня сервиса. Хостел СВЭМ, администратор Алена, здравствуйте. Да, конечно, на какое число вас интересует? Таких звонков администратор Алена всего за один год работы хостела СВЭМ приняла уже сотни. Причем изначально рассчитанный в первую очередь на отечественных туристов, этот мини-отель быстро завоевал популярность и среди командировочных, а также среди иностранцев. Они стали одними из самых первых посетителей. Летом велосипедисты, бельгийцы были, немцы были. Да, американец у нас уже как постоянный гость, он у нас уже не первый раз приезжает, ему очень сильно понравилось. Он только к нам в Тверь, когда приезжает, только к нам у нас останавливается американец. И вот в январские праздники, как ни странно, у нас китайцев очень было много. Этот 14-местный хостел работает в новом для Твери формате. Здесь гостям предлагают спальные места капсульного типа, оборудованные индивидуальными розетками и освещением. Раз мини-отель называется СВЭМ, то такое место получило название Пласткарт. Его цена 500 рублей в сутки. А вот этот номер, соответственно, называется купе. Проживание здесь обойдется в 1200 рублей за 24 часа. Всем гостям хостела СВЭМ очень нравится вежливый сервис, чистота и приятный глазу дизайн. Над цветовой гаммой мы с женой вместе думали, то есть пришли к мнению, что это будет основной белый, коричневый, зеленый цвет. Над рисунками в этой комнате поработала лично моя жена. Она все сама придумывала и вот нарисовала, воплотила это в жизнь. Ну и, конечно, особо Игорь Синичкин отмечает, что новеллы закона о хостелах не коснутся мини-отеля СВЭМ. Он изначально расположен в нежилом помещении, в одном из домов комплекса «Зеленый остров», что на Озерной. А раз мини-отель априори грамотно спроектирован, то он и впредь работать будет успешно, что уже оценили гости со всех концов света.